Всем добрый день! Как часто чрезмерная самоуверенность сыграла с вами блую шутку. Я неоднократно попадал в подобные ситуации, потом корил себя, что зачем я торопился, надо было маленечко там спросить, подождать. Хотя, казалось бы, все достаточно очевидно, и что там может быть по-другому. И вот возникла точно такая же ситуация, и если ты не хочешь учиться даже на собственных ошибках, то ты просто олень. Дело в том, что у нас, наверное, как и везде, сезон отпусков, и двое моих коллег как раз ушли на заслуженный отдых. Ну, в общем, в отпуск они ушли. И работа, которой они занимались, я тоже этой работой занимался, это кольца, на которых я как раз тестировал каналочный резец от ТМЕ. Но там я занимался только нарезкой этой колец, а всю остальную работу выполняли как раз эти два коллеги. И раз они в отпуске, то эту работу должен выполнить я. Возникли некоторые вопросы, в очевидности решение которых в этот раз я был не столь уверен. А дело в том, что это кольцо, оно выполняется заместкой кооперации, и после нарезки оно должно устанавливаться вот на эту вот обравку и пропиливаться. Диаметр, который я должен выдержать, 22,5 мм. Ну, я как предполагал, что заготовка, кстати, есть, она проточенная, отрезанная в размер, и мне остается только просверлить и нарезать. Ну, и я как предполагал, что, в принципе, беру сверло на 22,5 мм. Сверлю и спокойно режу. То есть техпроцесс точно такой же, как и был в прошлый раз, когда мне Серега подносил просверленные заготовки, и я спокойно и без проблем навязал кольца. Но торопиться в этот раз не стал, несмотря на всю очевидность ситуации и предполагаемого техпроцесса, дождался, все-таки дождался, когда все-таки старший коллега подъедет по моей просьбе сюда в цех и разъяснит ситуацию. Он приехал и выяснил, что решение со сверлением, оно неверное, потому что, как вы знаете, сверло, во-первых, не дает все-таки точный размер, это раз. Во-вторых, всегда есть вероятность, что оно может уйти в сторону, а это все-таки ШХ-15, это два, и есть вероятность затиров, пригаров. Поэтому он, как сказал, отверстие из-под сверла, это уже пройденный этап, этап неверный, поэтому сейчас техпроцесс изменили, и сверлим предварительно, а потом растачиваем в размер 22,5. И таким образом мы добиваемся четкого размера, который позволяет кольца спокойно устанавливать на эту оправочку и пропиливать. В случае со сверлением какие-то кольца не лезут, какие-то кольца со смещением разноскенность, какие-то кольца болтаются. То есть вот такая вот ситуация. То есть и в этот раз я действительно был очень рад, что я не стал торопиться и все-таки дождался, и результат действительно был бы печальным, потому что, ну, что стоит просверлить и все это потом выбросить. Итак, для примера я покажу несколько колец. Здесь тоже своя особенность – вылет. Но 50 мм больше, в общем-то, не рекомендуется, потому что, опять же, сталь противная. Сверло я взял на 20, думаю, лучше я расточу больше, чем мне не хватит припусков. Обороты я буду использовать 275. Да, конечно же, обязательно СОЖ. Сверлю, насколько мне позволит вылет пиноли. То есть раз мне все равно растачивают, то заморачиваться сверлением на 50 мм смысла никакого нет. Поэтому сверлю, насколько мне хватит вылета пиноли, не переставляя заднюю бабку, отгоняю и растачиваю отверстие. И пока я сверлю, хочу, ну, скажем так, прояснить, не прояснить, но коснуться темы инструмента с Алиэкспресс. То есть китаец мне, как вы помните, написал, что он очень заинтересован в том, чтобы предоставить моей аудитории качественный недорогой инструмент. Я к этому шансу очень обрадовался и не замедлил подлелиться этой новостью с вами. Кроме этого, китаец мне предоставил ссылки на свой магазин, чтобы я мог иметь возможность посмотреть, что же у него есть, какой ассортимент. Ассортимент мне понравился, о чем я тоже сказал. И также по просьбе некоторых моих зрителей я скинул ссылки. Но один из моих зрителей, спустя некоторое время, когда я опять написал китайцу о том, что с инструментом, что как, я скинул по его просьбе ему свой домашний адрес, чтобы он его выслал. И он мне ответил, что для бесплатной отправки инструмента ему требуется подпись руководства. Ну, нормально, ну что, в принципе, это нормально. И на этой неделе, то есть когда я с ним переписывался, он сказал, что все решится, я отправлю. Но прошло, наверное, не неделя, а две недели. И результат, какой был, такой и остался. То есть инструмента и сообщения о том, что его он мне отправил, нет. И тогда один как раз из зрителей, я сейчас не помню, но я думаю, он сейчас, если он смотрит это видео, он напишет. А я же говорил. Ну и так, значит, он мне написал, что вероятнее всего хитрый китаец сделал себе бесплатную рекламу. Ну, то есть инструмент не отправил. А магазин я его все равно прорекламирую. То есть, в принципе, нормальный ход. Но каким образом я поступил? Я те ссылки, я, конечно, прошу прощения, что я так поступил, я те ссылки удалил не из-за того, что я жадная скотина. Нет. Логика у меня маленько другая была, что если этот китаец действительно надурил меня, то что ему стоит надурить вас? Поэтому ссылки я почистил, я их, комментарии удалил те, и теперь, наверное, ну не и наверное, а в следующий раз, пока не придет инструмент, и пока я его не протестирую и не попробую в работе, никаких ссылок я на подобные магазины давать не буду. Поэтому, ну, я думаю, что вы поймете меня правильно и не будете мне писать всякие гадости, что вначале ссылку дал, потом удалил. Ну, с этим тоже надо как-то же бороться, блин, потому что, ну, это нечестно и некрасиво. Почему я и, в общем-то, я отдаю предпочтение ТМЕ, несмотря на то, что инструмент дорогой, ну, хотя, опять же, дорогой. Инструменты заказываются для производства, поэтому для меня цена не имеет значения, потому что плачу не я, лишь бы этот инструмент работал эффективно. Но, кроме эффективности, очень хорошая обратная связь с ТМЕ. То есть, они не быкуют, всегда выходят на контакт, ведут себя корректно и технически грамотные советы дают. Поэтому вот такая вот ситуация с инструментом, с Алиэкспресс. Было бы, конечно, интересно все-таки иметь возможность его попробовать, но, как я и говорил ранее, покупать этот инструмент для тестов я не буду. Ну, то есть, у меня нет для этого бюджета, чтобы заниматься этим тестированием. Так, значит, я растачил на 20 диаметром сверла, растачил, просверлил. Теперь растачиваю до 22,5, обороты 605. Растачиваю на всю длину расточного, то есть, в принципе, мне тут тоже особо неважно устанавливать длину расточной, чтобы там стремиться расточить больше. Не, это не важно, поэтому лучше несколько установок, тем более я все равно буду на 50 миллиметров выдвинул. Так, сейчас, минутку. Так, я сейчас заточку сделаю, потому что у меня контроль размера всегда должен быть, иначе удачи не видать. Самоуверенность, она всегда губительна. Так, 22,2. Я также включаю СОЖ, потому что ШИХА-15. Подача здесь небольшая. Ну, я говорю, я чисто визуально ставлю подачу, таблицу не смотрю, потому что иногда бывают ситуации, когда подачу выставил, а значения переключателей в таблице такого нету. То есть, сочетание А, С, Е там, елки-палки, а у меня нет такого сочетания. Поэтому я в последнее время перестал заморачиваться и смотреть, какую же я там подачу выставил. То есть, в принципе, для обработки этой подачи достаточно, поэтому в редкий случай, когда меня просят сказать, какая подача, я говорю, а так, я говорю, я всегда подачи выставляю визуально. Ну, то ли я такой оборвевший, то ли что, ну, некоторые... Это опыт уже. Так, все, достаточно. Контроль. И теперь отрезанет. Я также использую каналочный резец от ТМЕ, но в этот раз я взял пластину. То есть, вы помните, наверное, когда у меня на кольце оставалась коронка. И это хлопотно, это лишний золусениц, поэтому я в этот раз взял пластину. И режущую кромку заточил под некоторым углом. То есть, этот угол позволяет мне вначале отрезать кольцо, а потом уже дорезать оставшуюся коронку, которая остается на заготовке. И еще один момент. Саму державку в рессодержателе, если раньше я ее прижимал к плоскости боковой поверхности рессодержателя, то в этот раз я ее маленечко развернул. Потому что мне показалось, что боковая поверхность пластина затирает. Но я так думаю, что, видимо, это с позиционированием рессодержателя. Поэтому в этот раз я с небольшим разворотом его установил. И думаю, что все хорошо. Так, поперечную подачу я буду прорезать на той же самой подачи, на которой я растачивал. Корец подрезаю как чисто. И пауцы на необходимую мне длину, с учетом ширины пластины 3 мм, я смещаю резец. Разумеется, СОЖ. Обязательно СОЖ. Я в этот раз не стал ставить 900 оборотов. Потому что, в принципе, инструмент работает. Ну и что тут еще проверять, тестировать. Поэтому те же самые 605 оборотов на подаче. Раз. Видите, да? Увидели. И теперь, перед тем, как продолжить дальше резать, я отрезанное колечко попробую сейчас на держалочку надеть. Оправочка, держалочка. То есть она, чтобы, если, допустим, я ошибся, то могу развернуть, опять-таки, держать, расточной резец и расточить. То есть все, в принципе, смотрите, нормально. То есть более чем достаточно, что и никаких люфтов нет. И она, кольцо садится плотно. То есть именно то, что необходимо. Поэтому спокойно продолжаю резать следующее кольцо и так далее, пока у меня хватит расточенного отверстия. Вот сейчас маленечко попискивание, но и ближе к патрону, к кулачкам, этого попискивания уже не будет. Поэтому вылет я 50 мм, и этого более чем достаточно. Я сегодня не взял камеру, которую я снимаю крупные планы, поэтому вот, получается, вы смотрите это издалека. Ну вот смотрите, сейчас, если есть кольцо, коронка. То есть это идеальный отрезной резец, каким он и должен быть для эффективной работы. Частота обработки торцов тоже очень хорошая. Но они еще будут шлиповаться, поэтому по большому счету это не особо важно. Но все-таки. И по поводу рубежа, который преодолел мой канал, 100 тысяч подписчиков, Я, к сожалению, не имею возможности отблагодарить каждого из вас за пожелания. Поэтому хочу в этот раз сказать всем большое спасибо за добрые слова, которые я прочитал под тем видео. Мне очень приятно, что все мои труды и мое творчество, оно действительно нужно и востребовано. А это важно для любого, не побоюсь этого слова, творческого человека, потому что это все равно, в общем-то, творчество. Несмотря на то, что я всего лишь показываю свою работу, но я стараюсь, чтобы подача материала была интересней и качественней. Разумеется, я не претендую на профессионализм видеосъемки, потому что все равно это всего лишь мое хобби, мое увлечение, без претензии на профессиональный уровень. Ну, я думаю, что, как мне писали раньше, что да ты снимай хоть на телефон, лишь бы это было полезно и нужно. Но, так как это мое хобби, поэтому на телефон я снимать больше не буду. Ну, вот смотрите, ближе к кулачкам уже никакого писка нету. То есть, жесткость более чем достаточно и чистота обработки, стабильность размера остается всегда одинаково. Ага, чуть лишнее кольцо не отрежу. Ну, вот такой вот сегодня не совсем, не совсем может быть полезный выпуск. Но та ситуация, в которой я сегодня, в принципе, мог угодить, я думаю, характерна и типична для многих из вас. Потому что работа бывает настолько многогранна и необычна. И, казалось бы, повторяюсь еще раз, элементарные вещи, достаточно очевидные, могут дать вам возможность попасть в просад. Поэтому не торопитесь, думайте, и в подобной ситуации будет минимальное количество. Все, еще раз всем спасибо за ваши ответы, за ваши советы, комментарии, за то, что смотрите. Всем здоровья, всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok